Добрый день! Подводя итоги 2020 года, невозможно не говорить про пандемию коронавируса. Большинство новостей так или иначе были связаны с новой инфекцией. Поэтому мы решили подготовить отдельный выпуск именно про то, как развивалась ситуация с COVID-19 в Ульяновской области. С вами Дарья Сударева и Сергей Прус. Самоизоляция – режим повышенной готовности в Ульяновской области. Почти 9 месяцев ограничений борьбы с коронавирусом. Борьбы как в виртуальной, в социальных сетях, на просторах интернета, так и борьбы реальной. Модернизация сферы здравоохранения, проблемы у бизнеса, меры поддержки от государства, расколы в общественном сознании. Мы вспомним, как прошли эти месяцы. Новая коронавирусная инфекция. В конце 19 и первый месяц 2020 года это словосочетание для большинства жителей Ульяновской области было далеким и абстрактным. Да, появились ограничения на въезд в ряд стран. Плюс новости начали пестрить заголовками о распространении вируса с замысловатым названием COVID-19. Знаковой датой стало 31 января. Первые случаи инфекции зарегистрированы на территории России. Кто бы мог подумать, что коронавирус станет настолько мощным реагентом, изменившим различные, если можно так сказать, химические процессы в нашем обществе. Пожалуй, не осталось ни одной сферы, которую бы не затронул COVID-19 от социальной до экономической. В Ульяновской области все началось 12 марта. Именно этим числом датируется первый указ губернатора региона о введении режима повышенной готовности. Многие меры, которые были там изложены, должны были вступить в последних числах марта. Но именно тогда, 12 марта, стало понятно, что все всерьез и надолго. Спустя неделю, 19 марта, появляется первое обращение губернатора Сергея Морозова к населению. Именно с этого дня началась серия ежедневных обращений главы региона. Необходимо отметить, что наш губернатор был в числе первых руководителей субъектов Российской Федерации, кто начал подобные обращения. Давайте вспомним, что прозвучало тогда, 19 марта. Уважаемые жители Ульяновской области, сегодня всех нас беспокоит ситуация с пандемией коронавируса, которая сложилась во всем мире. Поэтому я принял решение ежедневно лично информировать вас о том, что происходит в нашем регионе. Сразу хочу вас успокоить. За минувшие сутки эпидемиологическая ситуация в Ульяновской области не изменилась. Подтвержденных случаев коронавируса у нас нет. 52 человека, которые приехали из неблагополучных стран по коронавирусу, остаются под наблюдением врачей. С 20 марта на базе службы 112 по моему поручению начинает работа специальный мониторинговый центр. По номеру 112 можно будет получить помощь и ответы на вопросы, связанные с коронавирусом. На ваши звонки будут отвечать специалисты из разных отраслей, в том числе психолог. Операторы будут работать каждый день без выходных с 8 до 22.00. Прошу не верить тем фейковым новостям, которые сегодня массово вбрасываются по всей стране в Viber, WhatsApp, в другие мессенджеры и социальные сети. Доверяйте только официальным источникам. Если есть сомнения, звоните в наш мониторинговый центр 112. В круглосуточном режиме под моим руководством на базе МЧС работает штаб, который координирует работу в регионе в этих непростых условиях. Поверьте, мы готовы к любому развитию ситуации. В конце марта ситуация с коронавирусом была еще в зачаточном состоянии. Это можно понять по комментариям к посту губернатора. В общих чертах они положительные, но продолжалось это недолго. Если быть точным, то один день. Уже 20 марта было объявлено о первом случае COVID-19 в Ульяновской области. Информация о заболевшем 15-летнем подростке Димитровграда облетела новостные ленты мгновенно. Молодой человек получал лечение в Ульяновской детской инфекционной больнице. Если у взрослых еще схемы лечения есть, то у детей, согласно правилам, это только витамины, то есть аскорбиновая кислота и симптоматическое лечение. То есть, если есть кашель, то от кашля препараты. Если есть заложенность носа, то против, так скажем, сосудорасширяющие. Если есть какие-то признаки вторичной бактериальной инфекции, то есть не вирусной, а именно бактериальной, мы назначаем антибиотики. Больница на тот момент была готова к приему особо тяжелого пациента. Сотрудники скорой помощи уже были готовы к приему такому пациента. У них в машине находились костюмы для того, чтобы предохранить себя и окружающих от переноса этой инфекции. Они были одеты соответствующе. Минуя общее приемное отделение, заболевшего поместили сразу в бокс. И в этот момент произошел раскол. Раскол в обществе. Люди как будто бы разделились на два лагеря. Одни желали заболевшему скорейшее выздоровление, а другие злостно комментировали в соцсетях. Высказывание наподобие «нужно было вообще не пускать в страну никого, раз улетели, пусть там и сидят» или «прокипятить его срочно» — это одни из самых мирных. С каждым днем агрессия в социальных сетях нарастала. Этот молодой человек из Димитровграда и его семья на тот момент для кого-то, вероятно, стали олицетворением зла. Хотя, если отбросить в сторону излишней эмоции, то первый случай заболевания в регионе был прогнозируем. Не сейчас, так недели или месяцем позже. И это мог быть не жить в Ульяновской области, а проезжающий мимо путешественник, который бы остановился в любом из магазинов на трассе и мог запросто заразить кого-нибудь из местных продавцов, а они, в свою очередь, распространили бы инфекцию на весь свой населенный пункт или даже район. Но факт остается фактом. Общество отреагировало на первый случай крайне неоднозначно. Вскоре Димитровградский инцидент отошел на второй план. Очагом распространения коронавируса в Ульяновской области можно назвать Корсун. Маленький рабочий поселок расположен в 100 километрах от Ульяновска, его население около 7,5 тысяч человек. В первых числах апреля здесь ввели ограничительные меры, направленные на обеспечение эпидемиологического благополучия жителей. Среди заболевших были и работники сферы здравоохранения. Первые пробы у людей показали положительный результат. Также в районе проводилась дезинфекция территорий с помощью специальной техники. В первую очередь были отработаны вокзалы, прилегающие территории, за ними соцзащита, пенсионный фонд и поликлиника. Проводится дезинфекция автовокзала и прилегающей территории 0,5% раствором мермикона. Вот в данный момент мы сейчас видим, что проходит обработка и через час будет проведена отобрана пробы для исследования на качество дезинфекции обработанной. Обработка коснулась социально значимых мест Корсуна и сел Сосновка и Нагаева. За соблюдением режима самоизоляции следили правоохранители и дружинники. На нарушителей составлялись протоколы об административных правонарушениях, которые направлялись в суд. В качестве наказания предупреждение или штраф до 30 тысяч рублей. Однако нарушителей режима эти цифры не останавливали. Он передвигался по улице. Мы поинтересовались, с какой целью. Он не смог пояснить. Справки, разрешающие ему нахождение на улице в качестве работающего лица, у него тоже не было. В аптеку либо в продуктовый магазин, он не ходил и не собирался туда идти. Соответственно, при наличии оснований был составлен протокол совместно с сотрудниками полиции. После поездки в Корсун Сергей Морозов заключил, в районе не соблюдается режим самоизоляции. Молодежь идет группой. Пожилые стоят, группой разговаривают. С детьми ходят. Нет режима самоизоляции. Чубар. Кроме комплекса ограничительных мер, губернатор обозначил основные задачи, которые необходимо выполнить. Это обследование всех людей, контактировавших с заболевшими. Дезинфекция территорий, выставление дополнительных постов ГИБДД. Контроль за людьми, продолжающими сидеть дома. Также необходимо было выстроить работу районных учреждений здравоохранения, так как поликлиника на тот момент была временно закрыта. И даже несмотря на оперативно предпринятые меры, Корсун долгое время лидировал по численности заболевших коронавирусной инфекцией. Следом за Корсуном инфекция пришла в рабочий поселок Новоспасское. Но один из самых примечательных случаев произошел в селе Лебяжье Меликесского района. Вот так выглядело село в середине апреля. Пустынные улицы, людей почти нет, самоизоляция в действии. В это же время в здании местной администрации проходило срочное заседание рабочей группы в довольно внушительном по местным меркам составе. Первый заместитель главы администрации Меликесского района, начальники отдела ГОИЧС, местный фельдшер. Вопросы рассматривался один. Не допустить распространения инфекции в селе, где все друг друга знают и постоянно общаются между собой. Поступила информация о том, что женщина, которая обратилась в больницу города Димитровграда и предположительно инфицированная коронавирусом, покинула место учреждения здравоохранения и направилась в село Лебяжье Меликесского района. Наша задача сейчас проконтролировать вручение предписания для дальнейшего соблюдения режима самоизоляции граждан, проживающим в одном из домов села. Медики оповестили семью с шестью детьми из села Лебяжье о том, что в ближайшее время им нельзя выходить из дома. А чиновник из районной администрации объяснял, что к чему их соседям. Такое скопление различных служб – это событие для всего села. Слухи здесь рождаются с невиданной скоростью и моментально обрастают подробностями, даже теми, которыми не было и в помине. Поэтому акцент в разговоре делался на необходимости жестко соблюдать режим изоляции всеми жителями села. К чему может привести халатное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих на тот момент, было хорошо видно по Корсунскому району. Поэтому в селе Лебяжье последующие две недели осуществлялся контроль, чтобы предполагаемые контактные граждане были дома и не нарушали строгий режим изоляции. Наблюдая за распространением коронавирусной инфекции, выводы напрашивались сами собой. Во многих случаях причиной заболевания и последующего распространения болезни стала банальная халатность. К сожалению, даже несмотря на то, что режим повышенной готовности был обозначен в указе губернатора, от 12 марта спустя месяц, то есть в середине апреля, фиксировались всплески заболеваемости. Кстати, нельзя не вспомнить о еще одном расколе, на этот раз в правовой сфере. Несмотря на то, что по всей стране, и в Ульяновской области в частности, были введены особые правила, часть граждан чересчур активно оставила свое право на свободу перемещений. Интернет пестрел примерами и советами, как отвечать, если вас остановили на улице. О том, как работали сотрудники полиции на улицах Ульяновска, мы начали рассказывать уже в первых числах апреля. Представители власти и общественники регулярно напоминали ульяновцам о том, что лучше переждать эпидемию коронавируса дома. Как одна из мер, в регионе ввели обязательные справки от работодателей. Ее должен был иметь при себе каждый, кто ходил на работу. Документы начали проверять спецбригады, состоящие из полицейских и дружинников. Совместные рейды проводились регулярно. На один из них отправилась и наша съемочная группа. У тех, кто попал в объектив нашей камеры, справки оказались на руках, да и вели себя прохожие спокойно и приветливо. Большинство граждан относились к советам с пониманием. Вы в курсе, что ограничения есть и нужно по максимально дома находиться? Да, ну дом, ну дом, ну дом. Магазин-то я имею право выйти. Магазин имеете право. Ну вот и все, ну и все. Мобилизация добровольных дружин была организована во всех районах Ульяновска. Со слов дружинников люди реагировали по-разному. Кто-то слегка враждебно, но адекватные люди понимали, когда им делали замечания или предупреждения. Чтобы разложить по полочкам правовые вопросы, мы пригласили в студию Алексея Преображенского, начальника государственного правового управления администрации губернатора. Передача вышла в эфир 31 марта, интервью получилось достаточно продолжительным. Мы предлагаем вспомнить лишь часть вопросов и ответов. Напомните, что можно, а что нельзя согласно указу для граждан, для жителей Ульяновской области. На наш взгляд, все достаточно написано демократично в соответствии с законодательством. В том числе и предусматривается даже выгул домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания или пребывания или выноса отходов до ближайшего места накопления отходов. Понятно, что 100 метров никто не будет замерять, но мы примерно представляем, что такое 100 метров, что такое 500 метров. Во дворе вполне можно погулять с домашним животным, с собакой, а если ты пойдешь в какое-то другое место, то это уже будет нарушение. Ни один закон, который пишется, никогда досконально не напишет всех тех моментов, которые могут возникать. Но на это и получается, так скажем, вот это взаимодействие контролирующих органов с гражданами и должна быть. Я просто хочу напомнить, сейчас режим повышенной готовности. Это не режим ЧАЭС. И поэтому принятые меры – это отнюдь не самые строгие. Если, не дай бог, ситуация возникнет и будет объявлен режим ЧАЭС, уйдут все по своим квартирам и даже выходить не будут. Вот это действительно жесткие меры. С доставкой продуктов, воды, специально чуть ли не по квартирам. Мы видим, как это происходит в других странах, где сначала там за продуктами пускают, потом и не пускают. Поэтому говорить об ограничительных мерах я бы начал, но скорее это ограничительные меры низкого уровня. Поэтому здесь есть еще возможность. Другое дело, что их надо соблюдать. В первую очередь они рассчитаны на тех, кто вместо того, чтобы в соответствии с указом, с призывом президента, губернатора о самоизоляции, специально были даны выходные, не выходные, правильно, нерабочие дни, чтобы посвятить их домашним работам, отдохнуть дома, а идут, извините, в места общественные, в парке гулять, там скверы, посещать с друзьями шашлыки, праздновать Дня Рождения. Но это неправильно, абсолютно. Вот на них рассчитан в первую очередь этот указ. В интернете часто встречаются такие мнения о том, что есть некие юридические нестыковки указа и конституции. Можете пояснить? Нет, ну что... То есть конкретно свобода граждан, свобода передвижения? Я хочу сказать, знаете, надо пословицу, поговорку. Два юриста — это три мнения, да? А если мнение свое о нормативных правовых актах выражают обычные граждане, понятно, любой в праве это делать, он может мне не придерживаться. Но, например, я как человек, который в соответствии с поручением губернатора разрабатывал данный нормативный правовой акт, хочу сказать, он принят в полном соответствии. Есть федеральный закон, который называется о защите населения территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Есть там нормы, которые позволяют высшим должностным лицам соответствующие нормы принимать. Это мнение не только нашей Ульяновской области, это мнение и около 20 регионов, которые вчера, сегодня приняли подобные меры. Я хочу сказать, вот вчера представитель правительства Российской Федерации в Конституционном суде, известный адвокат Михаил Борщевский, тоже высказался. Еще раз хочу сказать, люди путают в введении чрезвычайного положения предусмотренного. Конечно, тут не вызывает, губернатор не может ввести режим уже, соответственно, этого чрезвычайного положения в стране. Только президент, федеральные собрания такими правами пользуются. Но я хочу сказать, там ограничения совсем другие. Работают уже вооруженные силы, многие вопросы решают. Режим повышенной готовности. У нас, кстати, у региональных органов власти есть еще и возможность введения режима чрезвычайной ситуации регионального значения. Это еще более высокий уровень. Это еще более высокий, да. Здесь еще более там жесткие ограничения могут быть. Ну и давайте, наверное, подведем итог. Мы с вами предварительно перед интервью у нас прозвучала интересная очень мысль о том, что текущей ситуацией и то, как население, как жители реагируют на вводимые меры является некой такой, как вы сказали, квинтэссенцией уважения к закону. Уважаемые граждане, никто не собирается ограничивать ваши конституционные права, никто не стремится к этому. Нет такой цели. Но сделать так, чтобы наша область не была вот такому подвержена общемировому кризису, чтобы случаев коронавируса у нас либо не было вообще, либо минимально очень хотелось бы. Я здесь также живу. У меня все родственники здесь живут, друзья. Все понимаем, какая ситуация. Я не хочу, чтобы рассматривал, что вот такие вот нехорошие органы власти принимают какие-то решения. Но я хочу сказать, что очень рад, что огромное количество людей действительно поддерживает эти меры и на собственном примере готовы соблюдать. Одновременно с правовой работой с населением начались серьезные изменения в сфере здравоохранения. Самое опасное, что могло произойти, это всплеск заболеваний до того, как больницы будут готовы принимать достаточное количество пациентов. Интернет на тот момент пестрел видеороликами, как молниеносно разворачивалась ситуация в Москве. В Ульяновске власти стремились всеми силами не допустить аналогичного сценария. Уже 30 марта мы рассказывали о готовности инфекционных больниц к приему пациентов. Здесь завершались ремонтные работы. При этом губернатор держал данный вопрос на личном контроле. Не остались без внимания и больницы по области. Предполагается размещение больных на 20-колько мест. Каждая палата боксированная, имеет изолированный выход, который не сообщается, с общим коридором. В палатах имеется санузел, умывальники, ванна, туалеты. Все это есть. Кроме этого, на базе больницы предполагалось создать обсервацию для людей, прибывших из неблагополучных стран и не имеющих возможности самоизолироваться на дому по прибытию. А в Центральной городской клинической больнице Ульяновска по состоянию на конец марта боксы первого этажа уже были отремонтированы. Когда появляется пациент с подозрением на особо опасную инфекцию, он доставляется в скорую помощь, в специальном одежде, в специальных условиях, конкретному боксу. Отдельно заводится в изолированный бокс. То есть контакта с другими пациентами он уже не имеет. Он полностью изолируется, и любые процедуры посещения у него осуществляются с отдельного входа с улицы. На тот момент в больницах региона насчитывалось 436 аппаратов искусственной вентиляции легких и закуплено еще 12 аппаратов. Также в Федеральное министерство здравоохранения отправлена заявка на 250 дополнительных аппаратов. И в целом мы готовы развернуть эти больницы на 100 коек. У нас издано распоряжение о перепрофилировании. То есть мы понимаем, у нас же есть еще остальные больные с инфекционными заболеваниями, которые тоже лежат в этих больницах. Этих пациентов прекращается госпитализация в инфекционные отделения, и они будут госпитализироваться в другие инфекционные разделения. Уже расписано, какая патология пойдет в какое отделение. Подводя итоги первых месяцев борьбы с коронавирусом, невозможно не отметить еще несколько аспектов. Во-первых, ситуация с коронавирусом затронула работу общественного транспорта. Ульяновцы ушли на самоизоляцию, поэтому пассажиропоток значительно снизился. В связи с этим уже в начале апреля было изменено расписание движения городского электротранспорта, как трамваев, так и троллейбусов. Принято решение вечерний выпуск подвижного состава сократить до 22 часов, так как пассажиропоток очень низкий. Также, как я уже сказал, вместо 104 вагонов мы выпускаем 62. Перед каждым выездом в путь вагоны стали мыть и дезинфицировать специальным составом. По возвращении вечером транспорт также подвергался специальной обработке. Не обошла стороной дезинфекция и поезда дальнего следования. Каждый подвижной состав, каждый вагон дезинфицируется и производится уборка как по прибытию из рейса, так же и при отправлении. Ни один вагон в рейс не отправляется, не проверенный. Также в пути следования производится у работников поездных бригад также производится данная работа. На обработку поезда уходило в среднем 3 часа. В арсенале каждой локомотивной бригады средства индивидуальной защиты, включая перчатки, антисептики и маски, которые сотрудники обязаны менять каждые 2 часа. Штабной вагон оснащен дополнительными медицинскими укладками. К слову, дезинфицировали вагоны и раньше. При распространении коронавируса частота обработки во время пути увеличилась почти в 2 раза. Особое внимание уделялось поручням, ручкам и столикам. Также были усиленные пропускные меры. В случае выявления каких-то подозрений на температуру тела, какие-то там ОРВИ, сразу немедленно применяются меры по его изоляции в вагоне. То есть отдельное купе ему выделяется, выделяется маска. На ближайших станциях вызываются медицинские работники. По прибытии медицинских работников данный пассажир рассматривается и делается заключение. Кстати, поток пассажиров на железнодорожном транспорте также снизился. С 8 апреля временно прекратил рейс и 98-й поезд Димитровград-Ульяновск-Москва. Но не только общественные городской транспорт и поезда подвергались обработке. Уже в мае начали масштабную дезинфекцию. Городские власти снарядили 126 единиц техники и пригласили тысячу специалистов для того, чтобы убрать коронавирус с наших улиц. Принято решение. Губернатором создан штаб во главе со мной оперативной и на территории города, по примеру других городов. Я уверен, что вчера видели, как обрабатывалась Москва. И мы по этому пути сегодня будем обрабатывать очень серьезные общественные территории города Ульяновска. Это на сегодняшний день дороги, это тротуары, это сегодня детские сады, школы прилегающие территории, это аэропорт, это железнодорожный вокзал, это автовокзал. И вот таким вот образом мы на территории города будем работать в течение нескольких дней. И сопровождающий колонну машины через громкоговоритель рекомендовалось жителям нижних этажей плотно закрыть окна. Подобные мероприятия точечно уже проводились. Теперь же проходила полномерная санитарная обработка всех уголков города. Начать решено было со спальных районов. Протокол стандартный. В защитных костюмах профессионалы орошали дворы и детские площадки, а спецтехника проезжей части. Еще одним аспектом, про который нельзя не упомянуть, это паника в магазинах. Население начало массово скупать продукты. Самой востребованной оказалась гречка. Так уж повелось в России, что в любой непонятной ситуации нужно скупать именно эту крупу. Ажиотаж начался в середине марта. В связи с паникой начали появляться слухи о нехватке провизии. Спустя несколько дней наша съемочная группа посетила крупные супермаркеты Ульяновска. Дефицита на момент проверки не обнаружилось. Крупы, сахар, соль и средства гигиены в наличии. Распределительные центры сети имеют запас вот этой продукции высокого спроса на 30 дней. На сегодняшний день все запасы есть. Даже были увеличены запасы, хотя небольшие склады, которые есть на территории магазинов, находятся полностью. И их тоже сегодня обеспечили двойным нормативом запаса. Подводя итог продуктовой паники, можно отметить, что ажиотажный спрос привел к временному дефициту той же самой гречки. Но торговые сети оперативно наполнили полки магазинов со складских запасов. Жалко лишь, что лимон и имбирь неадекватно подражали в тот момент. Примерно так обстояла ситуация весной и в начале лета, во время первой волны пандемии. Летом произошло небольшое затишье. И вот осенью началась вторая волна. К тому времени система здравоохранения успела подготовиться. Так ПЦР-отдел клинической больницы увеличил мощность. В лабораторию областной клинической больницы пополнение. На вооружение лаборантов поступил робот. Аппарат стоимости 14 миллионов рублей призван ускорять процесс обработки ПЦР-анализов на коронавирус. У нас есть автомат специальный, в котором мы можем загрузить 93 пробы. Выделение с раскаткой для ПЦР процесса идет около двух часов. Медработники уже оценили производительность. С появлением этого оборудования она выросла в два раза. У нас ускорилась работа и нам стало значительно легче. Потому что мы работали, когда были большие объемы, мы работали на износ. Бывало и так, что лаборантам приходилось обрабатывать по полторы тысячи проб в сутки. Специалисты сейчас работают две смены и до последней пробирки. Каждый день примерно 400 проб проходят через автомат и столько же через руки медработников. На сегодняшний день ПЦР-отделом выполнено 58 815 исследований. Виктория Черкова, Александр Кудряшов, Новости Уллправда.ТВ Для контроля над проведением исследований создан Центр мониторинга тестирования на COVID-19. К концу декабря количество проводимых анализов возросло до внушительных 4 тысяч в сутки. Рината Алиулова с подробностями. Бьем рекорды. За сутки в Ульяновской области проведено 4 тысячи тестов на коронавирус. На встрече с представителями Минздрава губернатор Сергей Морозов поинтересовался предельной величиной. Как оказалось, есть куда двигаться. В регионе продолжат наращивать мощности лабораторий. 4 тысячи это 100% от того, что нужно было взять? Нет, нет, нет. Величинство это 50% или может быть еще меньше? Нет. Я просто хочу здесь понять, как нам здесь навести порядок с точки зрения того, что вот должны мы взять сегодня там, я не знаю, 10 тысяч. Вот мы должны взять 10 тысяч. Нет, ну планку 10 тысяч, Сергей Иванович. Ну я, ну любую цифру дать, например, 5 тысяч. Вот у нас есть момент тот, что мы можем себе позволить 5 тысяч выполнить. Если мы увидим, что мы 5 тысяч выполняем, мы, естественно, пойдем на ресурс гораздо выше. В Ульяновской области наличие коронавируса подтверждают или опровергают в семи лабораториях, а также научно-исследовательском центре Ульяновского педагогического университета. До нового рекорда в сутки обрабатывали в среднем до 2000 тестов. Сроки исследования на коронавирусную инфекцию во всех лабораториях сейчас составляют не более 24 часов. Лаборатории работают с 8 до 12, многие лаборатории. Прием проб проводится до позднего времени, то есть мы не ограничиваем районы, когда они могут приехать, потому что дальние районы они не могут до обеда приехать. Работает первичное звено по выявлению пациентов, которым необходимо выполнять эти тесты. Уменьшили сроки проведения исследований за счет новых специалистов автоматической станции выделения нуклиновых кислот в лаборатории областной больницы. В скором времени подобная станция появится в главной детской больнице региона. По инициативе губернатора подобным автоматам дополнительно оснастят лабораторию молекулярной биологии научного центра педуниверситета. С момента объявления пандемии здесь сделали порядка 60 тысяч исследований. По-разному было тестирование, по-разному количество в сутки варьировало. Было и 700 поступлений в сутки. Все зависело от эпидситуации, которая развивалась в деленные периоды. Автоматическая станция выделения нуклиновых кислот предназначена не только для помощи в выявлении новой коронавирусной инфекции. Аппарат в целом облегчит работу в молекулярной генетике. Это и диагностика других инфекционных заболеваний, а также работе с онкологией. Рината Леулова, Артем Куранов, Новости Уллправды ТВ. Помимо оснащения имеющихся учреждений здравоохранения, в регионе планируется открытие новых, причем специализированных на коронавирусе. Так, в Ульяновске откроется амбулаторный центр диагностики и лечения COVID-19. Вместо торговых площадей амбулаторный центр диагностики и лечения коронавируса. 500 квадратных метров на улице Промышленная подходит для размещения центра с компьютерным томографом. Здесь планируют осматривать пациентов с подозрением на COVID-19 и тех, у кого диагноз подтвержден. В настоящее время за сутки на компьютерной томографии, которая работает для амбулаторных пациентов в ЦКМСЧ делается от 50 до 100 компьютерных томографий в сутки. Поэтому мы рассчитываем на 100 пациентов в сутки. Центр нацелен на то, чтобы пациенты на амбулаторном лечении имели возможность в любое время суток пройти КТ, сдать минимальный расположится центр, осмотрел губернатор. Специалисты отмечают преимущество помещения прежде всего в его удаленности от многоквартирных домов, что исключает риски переноса инфекции. Здание также находится в нескольких минутах езды от ковидного госпиталя. Центр амбулаторного лечения планируют открыть в марте к моменту поставки томографа за 40 миллионов рублей. Нас это точно не пугает. Самое главное, чтобы у нас была возможность здесь оказать самые качественные услуги. 40-40, значит, больше пустын начинается. Поэтому понятно. Здесь проблем никаких нет. Мы за мной, что называется, не постоим, как в народе говорят. В распоряжении центра дадут две машины, которые смогут доставлять будущих пациентов после осмотра обратно домой на амбулаторное лечение. Ринат Алиулова, Руслан Баталов, новости у Правды ТВ. В середине декабря в центральную городскую клиническую больницу поступила первая партия препаратов для лечения коронавируса. Обеспечены лекарствами на три месяца. В центральную городскую клиническую больницу, где сейчас располагается ковидный госпиталь, начали поступать препараты. На их закупку из федерального бюджета ульяновцам было выделено 54 миллиона рублей. Все эти деньги на сегодняшний момент законтрактованы. С начала прошлой недели начали поступать первые препараты. Мы получили первую партию препаратов антибиотиков, группы антибиотиков, препаратов антикоагулянтов, в достаточном количестве в лечебном учреждении имеются противовирусные препараты, в том числе препараты для беременных женщин. Также поступили лекарства для оказания экстренной реанимационной помощи пациентам, которые нуждаются в интенсивной терапии. Есть лекарства генноинженерного ряда. Поступили наиболее дефицитные лекарства – клексан, иниксум, фроксипарин и гормональная дексаметазон и преднизолон. Тем не менее, сохраняется дефицит препаратов гормонального ряда. По словам медиков, проблема – это общероссийская. Не только больниц, но и розничные аптечные сети. Как отметили на священии, в больнице проблема с закупками возникает из-за отсутствия ряда препаратов на рынке и роста цен. Также многие поставщики готовы продавать нужные лекарства при условии приобретения дополнительных препаратов, в которых не нуждаются медучреждения. Кроме этого, в ковидном госпитале продолжается проводка кислородного провода. Полностью подключен корпус инфекционного отделения. Это 109 точек. По семиэтажному корпусу подключен к кислороду 104 точки на седьмом этаже, 18 точек на втором этаже в отделении реанимации. Закончена кислородная проводка в шестой этаж, тоже почти 100 точек. И закончена кислородная проводка на третьем этаже, это 50 кислородных точек. На данный момент строители зашли на четвертый этаж, где подключат еще 30 точек. И также подключают пятый этаж. К концу декабря ожидается поставка кислородного газификатора, который решит проблему бесперебойного снабжения кислородом основного корпуса. Напомним, с ноября стационар ЦГКБ определен базой под разворачивание дополнительных коек для больных коронавирусом. В больнице создано 711 коек. Анна Тищенко, Новости, Улправды ТВ. Но не только система здравоохранения готовилась ко второй волне. В образовательных учреждениях тоже вовсю кипела работа. В школах устанавливали рециркуляторы воздуха. В каких помещениях они должны быть обязательно узнавала наш корреспондент. В первую гимназию закупили дополнительную партию рециркуляторов. Ранее их ставили только в кабинетах профильных предметов, где классы сменялись по несколько раз в день. Теперь же приборы установили во всех кабинетах, а также в пункте питания и спортзале. Позавчера мы получили большую партию рециркуляторов 62. До этого у нас было 20 рециркуляторов на два здания. Теперь мы получили еще 62. Итогов первой гимназии на сегодняшний день имеется 82 рециркулятора. Аппараты также работают в рекреациях и библиотеке. Учебный процесс устроен так, чтобы не перегружать гимназию. Очные и дистанционные занятия меняются по параллелям. На удаленном обучении у нас находятся 7-8 классы. И с понедельника мы их меняем. 9-11 классы уходят на удаленную форму обучения. 7-8 возвращаются в школу. Я должен сказать, что заболеваемость не возрастает. Вот на сегодняшний день у нас всего один класс на карантине. Четвертый А. Во все школы Ульяновской области поступают рециркуляторы. По результатам проверки, инициированной губернатором, выяснилось, чтобы закрыть потребность, необходимо закупить 9 тысяч приборов. На их покупку из областного бюджета выделили более 80 миллионов рублей. И уже вторую неделю идет поставка в образовательные организации. По состоянию на утро сегодняшнего дня я имею информацию, что более 5 тысяч штук уже поставлены в образовательные организации. И сразу, незамедлительно, они как бы укрепляются на стенах кабинетов. Виктория Черкова, Юрий Ломатов, новости Уллправда.ТВ. В Ульяновске уже стала норма санитарная обработка жилых помещений. По состоянию на декабрь ежедневно обрабатывается порядка 700 домов. Подробнее в материале Антона Никонова. 216 в Ленинском, 257 за Свияжье, 66 в Железнодорожном, 210 за Волжье. Именно столько домов в среднем ежедневно обрабатывают в городе. Проводят дезинфекцию в местах общего пользования, входных группах, лестничных клетках и рекреациях многоквартирных жилых домов. Обработке также подвергаются перила, кабины лифтов и почтовые ящики. Однако, такая санитарная безопасность не всем по душе. Среди жильцов есть недовольные граждане. У людей разные мнения. Есть люди, которые говорят, что зачем обрабатывать, так как концентрация хлора мешает нам дышать, есть астматики, а есть люди, которые требуют, именно требуют, надо обрабатывать, у нас сегодня кто-то этот заболел или не заболел, цель профилактики мы обрабатываем как положено. Дезинфицирующий раствор Белодес, которым производится обработка, по нормам ВОЗ и СанПИН не является источником аллергена или раздражителем слизистых оболочек организма. Благодаря Центру управления регионом, социальным сетям и электронной системе инцидент удается оперативно реагировать на обращение граждан и устранять проблемы. Жители домов по проспекту Авиастроители 15 и Бульвару фестивальному 17 в Заволжском районе города оставили комментарии в социальных сетях с вопросами о дезинфекции подъездов в этом доме. В ответ от СУРа были даны разъяснения жильцам, а также проведены работы с устранением проблем. У каждого дела есть положительные и отрицательные стороны, не без этого. Кто-то говорит, что не нюхал запах хлорки. Были моменты, мы и бесхлорным обрабатывали, то есть для них запах хлорки это как лакмус. Мы говорим жильцам, выходите с 7 до 9, кто хочет нюхать в прямом смысле, пожалуйста, убедитесь. Центр управления регионом был запущен в работу в Ульяновске в апреле текущего года. Сегодня областной ЦУР является эффективным и оперативным помощником в решении проблем жителей региона. Антон Никонов, Юрий Ломатов, Новости, Улправда ТВ. Осенью коронавирусные ограничения вновь коснулись кафе и ресторанов. Вместе с ними начались рейды. Наша съемочная группа отправилась в один из рейдах вместе с сотрудниками Роспотребнадзора. Запрет нарушили и это не осталось незамеченным. Сотрудники Роспотребнадзора вместе с полицейскими провели рейд по развлекательным заведениям Ульяновска. Напомню, в связи с напряженной пит-обстановкой кафе, рестораны и клубы должны закрываться в 22.00. Это прописано в указе губернатора. Ревизоры отправились на молочный переулок и не ошиблись, среди плотно расположенных баров нашелся один нарушитель. В центре паровых коктейлей «Золотой жук» кипела жизнь после девяти вечера. Во время нашего визита в зале было около 20 посетителей. Все с чаем и кальянами. Сотрудники полиции разделились. Одни беседовали с администратором, другие с гостями. Это не протокол, это объяснение. Объяснение? А что такое объяснение? О том, что данный гражданин находится в этом заведении. Посетители, в свою очередь, представлялись друзьями администратора. Дружеская эта вечеринка или же коммерческие посиделки все же нахождение в кафе после указанного в распоряжении времени запрещено. Депутат Гордумы Сергей Гулькин заметил много оплошностей в оформлении заведения. Нет никакого уголка потребителя, нет ни книги жалоб, нет закона о защите прав потребителей, нет наименования, что здесь ИП, юридическое лицо там и так далее. Также депутат нашел емкости с табаком для кальянов. Возникли вопросы по акцизам. Администратор утверждал, что банка вскрыта, поэтому и наклейки соответствующей нет. Гулькин, в свою очередь, не поверил. Это нарушение. Покажите сверху стеклянные банки. На этой гонке, на стеклянные банки... Покажите ее, покажите, покажите. Еще тара? Покажите, покажите, пожалуйста, ее. Покажите, дайте нам ее обозреть, пожалуйста. Я не могу вам дать, вы здесь не работаете. Покажите своими руками. Сюда, на камеру покажите. Вот, на ней отсутствует. Почему? Потому что по факту у нас в большинстве кальянов используется безакцизный контрафактный табак. Правильно это табак или нет, еще предстоит выяснить. Но наша съемочная группа вместе с проверяющими отправилась дальше. В бургерную лавку под названием «Парень уехал». Владельцы заведения оказались добросовестными. Ты нет? Нет, закрыто. Закрыто. На центральных улицах больше не нашлось открытых кафе. Рейды будут продолжаться выборочно во всех районах Ульяновска. Виктория Черкова, Владимир Куликов. Новости Управды ТВ. Помимо проверок общей ПИТа в поле зрения попадают и магазины. Мы отправились в Корсун вместе с сотрудниками отдела общественной безопасности администрации губернатора Ульяновской области, чтобы проконтролировать соблюдение перчаточно-масочного режима. На заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса губернатор Сергей Морозов отметил, что в Корсуне, несмотря на сложную ситуацию с заболеваемостью, многие не носят маски. Проследить за соблюдением режима повышенной готовности глава региона отправил в службу общественной безопасности. Сегодня мы приехали с контролем, осуществляем контроль по указу губернатора за соблюдением организациями граждан и правил поведения при режиме повышенной готовности. Сегодня мы обошли несколько точек уже сразу и в некоторых точках уже были выявлены нарушения. В первом же магазине продавец работал без маски, хотя она была при нем. Протокол на продавца составили. В других магазинах без масок были покупатели. Некоторые реагировали на замечания и надевали маски, другие, имея маску в кармане, пытались не подчиниться. Вот мы сейчас прошлись, у вас кто-нибудь говорит, гражданам находятся маски надевали? Что еще? Кто-нибудь говорит, чтобы гражданам маски надевали? Да. Сейчас мужчину мы им посадали. Сейчас женщина стоит, я не думаю, что это у нее маска. Ну, обслуживание у нас идет только в масочном режиме? Ну, вот женщина стоит. Она из маски, она из маски. Маску ей предложить. Мы сажаем протокол. Закрыто? Это не маска. А, вам это просто поздно? Вообще-то, я вам не давала разрешения на силу. Вообще-то, есть закон о средствах массовой информации. Вообще, с ним вместе мы имеем право вас снимать. Тем более, когда вы нарушаете закон. Но какого закона я не нарушала? Указ губернатора Ульяновского. Без маски я обслуживать вас не буду. Одевайте маску. А это у вас? У вас пол. А это? Вот это вот маска. Вот так. Однако, так ведут себя далеко не все. Многие понимают коронавирусную опасность. А те, кто переболел, вообще настроены категорически. Нужно всячески беречь себя от этого вируса. О подобном поведении отзываются однозначно. Это она просто, вы знаете, ее не столкнулось у нас с этим. Она переболеет, она будет две маски надевать на себя, если переболеет. Она будет надевать две, поверьте. Я боюсь, потому что я уже переболела. Я знаю, что это такое. И своим, и близким, и своим пожилым родителям я всегда говорю, не выходите, не ездите. Без нужды никуда не выходите. Напомним, за нарушение требований режима повышенной готовности уполномоченные органы могут оштрафовать физическое лицо, а юридическому приостановить деятельность. Суды в этих случаях все чаще встают на сторону здравого смысла и здоровья. Так что будьте бдительны и берегите себя. Павел Половов, Юрий Ломатов, Новости Уллправды ТВ. Говоря о коронавирусе, нельзя не отметить и другие грани общества, которые обнажила пандемия. Неравнодушные с региональным благотворительным фондом объединились силой и развивают автоволонтерское движение. Доброе дело – вещь заразительная. Так случилось и с акцией «Помощь врачам», она же «Довизи доктора», которая как минимум охватила три региона нашей страны. Первыми на гребне волны волонтерской помощи в это непростое время оказались водители Иркутска. Автолюбители предложили свои услуги в развозке врачей. Так появился штаб, а затем и чат, куда стекаются заявки по перевозке не только докторов, но и доставке еды и лекарств нуждающимся. Инициативу охотно подхватили жители Красноярска. Наши коллеги с телеканала ТВК рассказали о добрых делах в своих новостях, получили отклик и также организовали чат. Сейчас беседа в мессенджере объединяет почти 3000 добровольцев. И вот они сейчас друг с другом там активно общаются, разбосят костяк волонтеров, которые там постоянно ежедневно работают практически. Они уже друг с другом общаются, встречаются онлайн. У них там своя такая корпоративная культура уже появилась. И они иногда работают по суткам вместе с врачами с 8 утра до 8 вечера. Они не принимают помощь на бензин, а они отказываются по чьим-то флагам ездить, если им предлагают какую-то там акцию другую, они вот сами по себе уже сами себе акция. Как говорится, за ульяновскими добровольцами не заржавело. Волонтеры фонда «Дари добро» вышли с инициативой к региональному Минздраву и предложили руку помощи. Ведомстве от поддержки не отказались. Активисты фонда тоже организовали группу в соцсетях, познакомились и объехали почти каждого врача, кто согласился на сотрудничество. Сейчас чат, созданный в начале ноября, объединяет свыше 300 волонтеров. Все добровольцы – взрослые работающие люди с личным авто. Основная часть развозки докторов приходится на выходные дни. В остальные дни волонтеры помогают транспортировке лекарств и продуктов. Мы взяли организационные вопросы все на себя. У нас есть человек, который занимается, контактирует с врачами, контактирует с главврачами всех поликлиник, с которыми мы сейчас работаем, а их уже на данный момент 20 штук. И она берет заявки, заранее спрашивает, в какое время, когда нужно подъехать, сколько будет адресов. И после этого сформирует заявку и выкладывает ее в чат, где находятся водители. В Ульяновской поликлинике номер 4, к примеру, на данный момент прием ведут 30 врачей. На каждого из них 60 пациентов ежедневно. За 4 часа работы в кабинете терапевт успевает обслужить порядка 40 человек. Остальные часы уходят на выезды. Врач Татьяна Ульянова признается, что до пандемии количество приемов на дому было в разы меньше. Сейчас сутки, в среднем, нужно обслужить 20 человек. Помощь автоволонтеров неоценима. Перемещение на транспорте, в первую очередь, экономит время. Время сокращается намного. То есть, в зависимости от того, сколько вызывов, естественно, помощь огромная. И обслуживаем побыстрее. Вот можно было пешком пройти, конечно, естественно, по району и до вечера. А с волонтерами уже намного больше. На час на два точно короче. Сегодня разводить по адресам врача Татьяну будет Костя, волонтер со стажем. Будучи активным участником благотворительного пробега «Караван Добра», мужчина не мог пройти мимо еще одной акции. 30 адресов на ногах. Пройти, пробегать – это невозможно физически. Поэтому помогаем. Есть у меня свободное время. Я еду. Бывает такое. Кто-то там, возможно, сидит перед телевизором, кто-то спит, кто-то еще что-то. Есть свободное время. Вот эта беда есть. Можно ее только всем вместе преодолеть. Больше никак. 72-77-28 – номер телефона, по которому можно изъявить желание и присоединиться к команде автоволонтеров. Это не страшно, это не сложно, это не отнимает большое количество времени, потому что, как правило, смена у волонтера длится не больше двух часов. Мы полностью, человек, обеспечиваем средствами индивидуальной защиты, что даются дезинфицирующие средства, которыми обрабатывается автосалон. Как говорится, награда за доброе дело в самом его свершении. Ринат Алиулова, Александр Кудряшов, Юрий Ломатов, Данил Сурков. Новости Улправды ТВ. К сожалению, в нашем выпуске уже не умещаются многие другие темы, так или иначе, связанные с коронавирусом. Но произошедшие в Ульяновской области среди них школьные каникулы, триместровая система обучения, празднование Дня Победы, проблемы бизнеса и многие другие. Берегите себя и своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова